Вторая опасность – это попытки доказать Бога. То есть первое было это защитить Бога, теперь это доказать Бога. Мы говорим, что по-друге ничего доказать не можем, мы только разрушаем твердыни. А вот эта попытка доказать Бога, она уже идет из предубеждения гуманистического, что исключительно рациональные утверждения дают обоснованные знания. Что если ты что-то не можешь доказать рационально, значит это неправда. Но мы говорили, нельзя рационально доказать любовь, нельзя рационально доказать смысл жизни, нельзя рационально доказать предназначение. Но мы знаем, что эпоха просвещения карнавала богиню разум, и люди теперь автоматически считают, что рациональность выше категории истинности. В том числе по отношению как к нашему опыту, так и по божьему откровению. Но мы-то с вами знаем, что это неправда. Утверждение, что рациональное обоснование заменяет веру, это вера. Потому что само это утверждение рационально не обосновано. Я верю, что мне не нужна вера. И как мы говорили, само утверждение, что только рационально доказанное утверждение истины, оно рационально не доказанное, таким образом само себя побивает. Наша цель, задача, приводить аргументы соответствия мироздания Божьему Откровению. Возьмем любой псалом. Любой псалом это апологетика. Вот 35-й псалом, где вообще никак не доказывается. Библия вообще нигде не доказывает, что Бог есть. Библия начинает говорить с предположения, с изначального положения о том, что Бог творит небо и землю. Доказательность нигде этому не приводится. Библия Бога не доказывает. Писание говорит, мудростью устрояется дом и разумом утверждается. Притча 24-3. И в 1 Коринфянам 4,2 Павел пишет, братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцем, а по уму будьте совершеннолетним. То есть будьте как дети, на злое будьте как дети. По уму будьте совершенно лень. Еще раз, апологетика это не доказательство Бога, а опять же зеркало, в котором человек должен увидеть свои заблуждения. В данном случае рациональное. Он хочет рационально убедиться, что Бог есть. Покажите ему его заблуждения. Во-первых, выясните его ожидания. Как ты хочешь, понимаете, как один ученый писал, а? Это записывал. Не совсем. Как один ученый сказал, что вы знаете, правильно я вас понял, вы не верите в Бога, который смотрит со стороны равнодушного страдания людей, которому не жалко собственного сына, которого, значит, да-да-да, правда, что вы в этого Бога не верите? Правда. Мы тогда с вами полностью согласны. В такого Бога я тоже не верю. Вот. То есть в какого Бога вы поверили бы? Вот. Выясните ожидания оппонента. Следующее. Разберите вместе с ним, может ли голый разум удовлетворить эти ожидания. Я хочу, чтобы Бог меня любил. Голый разум, это может как-то... Я хочу, чтобы Бог был справедлив. Голый разум, может ли это определить, что справедливо, что несправедливо? Далее предоставьте веские свидетельства. Расскажите наводящие на размышления истории. В том числе свою историю, если надо. Если более подходит другая история, скажите другую историю. Историю Чарльза Колсона, который был советником президента Никсона. И когда один из его друзей принял христианство, он решил разгромить, не ставить камня на камне. Его идеи, у него был красотпуск, и он поехал куда-то в уединенную свою избушку на озеро, взял с собой Библию и взял с собой четвертку, толстую блокнот, который каждую сторону разделил на две части. В одну сторону он хотел записывать аргументы в пользу христианства, а в другую, он юрист, как юрист, взять и рассудить. А в другую аргументы против. Говорит, по окончанию моего отпуска сторона за была полностью заполнена, а сторона против оставалась чистой. И как юрист, я на тот момент уже должен был признать, что это действительно правда. Но правда, для того, чтобы принять эту правду, ему еще понадобилось попасть за решетку. И там в тюрьме он принимает Бога и создает тюремное братство, которое до сих пор одна из самых активных на Америке миссий, свидетельствующих заключенных. В библиотеке наверняка у вас должны быть книги Чарльза Колсона «Рожденный заново», «Любить Бога» с его свидетельствами. И тогда же Чарльз Колсон говорит, понимаете, когда разгорелся вот аркетский скандал, но мы же все умные люди, мы все знали правильные ответы, что нужно отвечать, чтобы никто не мог приграться. И мы собрались и мы договорились, что мы будем отвечать на всякие вопросы. Вот. Но как только стали дергать кого-то лично, как только стало угрожать лично чьей-то семье, благосостояние, все начали тут же варить друг друга. Говорят, у нас было 12 человек, это были сливки общества, самых образованных людей в своей стране, советники президента. У Иисуса было тоже 12 человек, малограмотных, не таких умных, не таких орудированных и прочих. И если, говорит, мы даже при всей своей хитрости, умности и обученности не смогли скрыть истину, а в том, что проповедовали они, никакой лжи так и не обнаружилось, это, говорит, меня еще раз убедило, что, наверное, то, что они говорят, это правда. Потому что это единственное объяснение. Следующее. Применяете логические критерии истинности? Какие? Ну, действительно, противоречественные, которые вы говорили себе. Ну, в экзамене так и напишите, которые говорили в прошлый раз. Не противоречественной себе, или как это называется, критерий? То, что самой себе не противоречит. Ну, мы понимаем, что это не должно быть присоединиться. Критерий состоятельности. То есть, она состоятельна, не противоречит сама себе, значит она состоятельна. Второй критерий соответствия, это значит что? Она не противоречит остальной миссису. И какой еще критерий мы с вами? И прагматический. Прагматический критерий выражается словами, иди и смотри. В Библии он встречается неоднократно Мы нашли того, о ком писали пророки Разве из Галилеи может быть все хорошее Пойди посмотри Ангел вострубил и сказал Иди и смотри Из этого выражения Пойди и посмотри В Библии неоднократно встречается Это прагматический критерий истинности Давид умер и погребен И гроб у нас до сего дня Пойдите посмотрите Молитесь об освобождении Мы помним, что в любом случае Обращение это не наша работа Это работа Святого Духа И потом нам нужно молиться Чтобы человек освободился от тех Твердынь, которые не позволяют принять ему Христа Поддержите ТВС молитвой и финансами Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой Так думают многие И хорошие проекты перестают существовать Информацию о чем молиться И как пожертвовать Вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Следующая ошибка Которую часто допускаю Неразумно, зато полезно Активно она применяется В рекрутировании Неофитов Евангелия Благосостояния Вот смотри, будешь как со Христом Будут у тебя машины Как у меня Все проблемы решатся Да, все проблемы сразу решатся Какие бы то ни было проблемы Вот неразумно, зато полезно Наверняка у вас есть Очень хорошая книжка В библиотеке Клайв Люис Письма Баламута Есть Ну уж точно у вас есть Восьмитомник Клайва Люиса Там В письмах Баламута Значит, Баламут Старший бес-искуситель Дает инструкции Своему Значит, племянничку Гнусику О том, как лучше Человека Значит, соблазнять И уже в самом первом письме Он говорит Молодой Мой дорогой Гнусик Самоуверенная торобарщина А не аргументы Поможет тебе Удержать пациента Вдали от церкви Не трать время На то, чтобы Убедить его В истинности материализма Лучше внуши ему Что материализм силен И смел Что это философия будущего То есть, не принципиально Давай не будем спорить Правда или неправда Доказать никто не может Главное, что это учение Сильное Смелое И за ним будущее К сожалению, сегодня Мы, верующих Очень часто Пытаемся Это же самое Этот аргумент Применять В своем благовестии Мы говорим Что это не столь важно Правда Христианства или нет Давайте не будем разбирать Истину или нет Но это учение Сильное Смелое Две тысячи лет стоявшее И за ним будущее Христианство Заблуждение Но оно делает Людей лучше На самом деле Сегодня мы можем Почитать Послушать Предвыборные программы Коммунистов Атеистов Что вот у меня В предвыборных Я в Бога не верю Я коммунист Я атеист Но у меня В предвыборных Программе Моей Что мы должны Развивать духовность Мы должны Изучать Библию Потому что Она делает Людей лучше То есть Я признаю Что Библия Это глупость Что Библия Это ложь Но я признаю Что она Делает людей лучше Ложь Ложное учение Делает людей лучше И поэтому Даже я Считаю Что это ложь Надо преподавать Сама идея Что я за то Чтобы преподавать ложь Уже интересно Вот С другой стороны То есть Я признаю Что ложное учение Делает людей лучше А мое учение Истинное Делает их хуже Мое учение Истинное Но люди От него хуже становятся Как может Какая-то проблема С понятием Истина и ложь Может пора Разобраться Как может Лжи становиться лучше От истины Становиться хуже Вот Христианство Не потому Приемлемо Что оно полезно Христианство Полезно Потому что Оно истинно Именно потому Что христианство Истинно Поэтому от него Люди становятся лучше Поэтому от него Общество становится лучше Если до Христианской проповеди В Индии Считалось Допустим Нормальным Что если Рождается девочка Ее нужно тут же убить Потому что Первым в семье Должен родиться Мальчик И были специальные Водоемы Куда сбрасывали Новорожденных девочек Вот просто Приножили И бросали В этот водоем Вот Потому что Считалось Что Должен первым И На самом деле На данный момент В Индии На тысячу Мужчин приходится 800 женщин Сейчас И именно Христианская проповедь Остановила Вот это вот Безумие У нас сейчас в переводе Через два года Должна выйти книжка Это называется Если бы Христос Никогда не родился Это показывает О влиянии Христианства На общество Правда сейчас То есть след за Христианством В Индию Пришел гуманизм И Гуманизм Теперь Учит Несколько Иному Тем более Что Индия Сейчас одна Из наиболее Активно Развивающих Стран мира Индия На первом месте В мире По количеству Компьютера На душу населения По наличию То есть Индия В ближайшее время По технологиям Обгонят Китай А экономика На втором месте После Китая Растет Россия На втором месте В мире По подростковому Суициду На первом Латвии Значит То есть Латвия Да Очень мы мало Понимаете Это все А? Что такое Суицид Это кризис Ценностей Когда то ради Чего человек готов Умереть Ценнее чем То ради чего Готов жить Это камень В наш огород Братья Семь Мужи Братья То есть У людей В нашей стране Нет смысла жизни У подростков Общий суицид Где то На пятом Или шестом Вместе России Ну в 12 Точно По всем Криминальным Показателям 12 Куперов Везде По количеству Убийств На душу населения На втором месте После болезни Вот Это все Наши Проблемы Вот Но сейчас В Индию Сначала пришло Христианство Вначале Оно пришло В половинчатой Форме В виде Учения Ганди Ганди Закончил Оксфорд Университет Варли Приехал И сочетал Учения Христианства Учился С Идеей Несопротивления Толстовством Которое Легло На подготовленную Почвенную идею Буддизма Вот Но христианская проповедь Миссионеров Английских Индия Бывшая Бывшая Константская Колония Привела к тому Что все это Было устранено Потом пришел Гуманизм И пришли Технологии И сейчас В Индии Совершенно Другая проблема Теперь В Индии Существует Значит В крупных Городах Доступное Ультразвуковое Зондирование И теперь То же самое Что раньше Было С новорожденными Девочками Теперь делают Внутриутробно Если Ультразвуковое Зондирование Показывает Что Будущий Ребенок Девочка Делают Аборт То есть Все опять То От чего Сначала Ушли С приходом Христианских Ценностей С приходом Гуманистических Ценностей Вернулось Обратно И сейчас Вот как раз Один из самых Больших Выступлений В мире На 8 марта Было выступление Индийского Противоабортного Общества Запрещающего Запретить Аборт По Половым Признакам Христиане Да И Павел Не говори Что Безумствую Я Или не Безумствую Но от того Что я Безумствую Всем становится Лучше Павел Я не Безумствую А говорю Слова Истины И здравого Смысла Наша проповедь Это Провозглашение Истины Если мы Не провозглашаем Истины То мы Лишь рекламируем Идеологический Товар Причем На первой Свежести Сегодняшний Проповедник Очень часто На улице Похож К этому Торговцу Разносчиву Подходит И говорит Вам повезло Я представитель Такой-то Компании У нас Сегодня Акция Вечная жизнь По благодати Вам только Нужно прийти В нашу церковь Не себя Христу отдать Не отдать Правда Если пойдешь Скажешь на улице Что пришло Время отдать Душу Богу То человек Испугается Вам только Нужно прийти В нашу церковь И у нас Там будет То есть Не идите Научите А сходите Зазовите Понимаете Вот наша Сегодняшняя Креда Наша Сегодняшняя Великая Сходите И зазовите Вот Совершенно Вам ничего не надо Совершенно бесплатно У нас будет Там пицца Бесплатная У нас там Молодежная Программа Все что угодно Кроме Раз Христа И второе Это Цены То есть Мы проповедуем Евангелие На шару То есть Мы Люди уже Мы сегодня В церкви Не видим разницы Между благодатью И шарой Мы проповедуем Дармовое Евангелие Дешевое А что дешево Получено То дешевое И ценится И мы не удивляемся Почему Люди Всяких Приходят А верных Людей В общем-то Намного Больше Не становится Потому что И они пришли На бесплатное Евангелие На бесплатное Угощение И мы Мы знаем Говорим Что Благодатью Не что-то Что Просто Ничего Не стоит Оно Получается Даром Час А Час То есть Мы его Получаем Даром Потому что За него Заплатил Кто-то Другой Заплатил Столько Сколько Мы Сами Заплатить Не в Состоянии Продолжение следует Продолжение следует